Добрый вечер. Программа «Обратный отчет» продолжает свою работу в прямом эфире телеканал ТВ5 в студии Андрея Мамыкина. Языковые проблемы преследуют новоизбранный парламент страны нередко с подачей латышской интеллигенции. Оказывается, не только русские депутаты, но и латгальцы недовольны тем, что с трибуны Сейма и только что начавшего работу тоже нельзя говорить по-латгальски. На защиту избранных в парламент жителей самого восточного региона страны встал на неделе писатель Мара Свир. Как пишет портал Делфи, писательницу Мару Свир задела высказывание председателя Сейма Солвиты Абболтани по поводу того, что депутаты из Латгалии должны давать клятву на латышском языке. По мнению Свир, говоря на латгальском, депутаты хотят продемонстрировать свою идентичность и засвидетельствовать принадлежность к этой народности. Свир, например, сообщила, что она посмотрела Конституцию Латвии и не нашла там требования того, что клятва должна обязательно даваться на государственном языке. В свою очередь, в другом пункте сказано, что всеми рабочим языком является латышский. Если латгальский язык считать латышским, то депутатам из Латгалии надо разрешить давать клятву на латгальском. Цитата. Если и латгальский язык иностранный, то тогда, пожалуйста, извините, я тут ошибаюсь. Почему меня задело то, что депутатам нельзя говорить по-латгальски? Да потому, что, по-моему, латгальцы так хотят продемонстрировать свою идентичность. Для них это очень важно, может быть, даже сильнее, чем, к примеру, для жителей Курзумы. То, что им не разрешается это делать, вызывает сожаление, сказала писательница. Свира добавила, что всеми не надо запрещать говорить на других диалектах латышского языка. Цитата. Если латышский язык столь богат, то почему запрещать эти диалекты? Она заметила, что когда-то на каждого латыша приходилось по одной народной песне. А теперь количество латышей настолько сократилось, что на каждого латыша уже по две народные песни. Первое в истории страны судебное разбирательство о родителе с транспортным концерном столицы. Оно формально хоть и закончилось победой родителей в суде первой инстанции, но эксперты говорят, как бы эта победа не оказалась пирровой победой. Суд решил, что родители погибшей по вине пьяного шофера девочки должны получить денежную компенсацию в загибе ребенка. Но вот размер этой суммы.